ГОСИЗМЕНА ЗА ДОНАТ Ксения Карелина, имеющая гражданство России и США, арестована, так как в начале полномасштабного вторжения Путина в Украину сделала пожертвование 51 доллар одному из поддерживающих Украину американских фондов. Этого стало достаточно для российского режима, чтобы возбудить уголовное дело по статье «Государственная измена». С февраля 2022 года она инициативно осуществляла сборы денежных средств в интересах одной из украинских организаций, которые впоследствии направлялись на приобретение вооруженными силами Украины предметов тактической медицины, экипировки, средств поражения и боеприпасов. Ксения Карелина родом из российского Екатеринбурга, но уже долгое время проживает в Лос-Анджелесе, США. В начале этого года она вместе со своим парнем отправились в отпуск. Мы приехали на турецкий завтрак. Оттуда девушка решила поехать в Россию, чтобы навестить родителей и бабушку. Я ей сказал, это нехорошая идея. Она была наивной, она думала, что она в безопасности, так как она русская. По приезду в Россию у Ксении изъяли мобильный телефон. Ее допрашивали 12 часов. Почему они это делали? Я не знаю. Они взяли ее телефон. Они его взяли и сказали, ты можешь идти, а мы все изучим. Затем, как сообщают правозащитные организации, Карелину задержали на 14 суток из-за мелкого хулиганства. Под предлогом того, что она материлась. Из спецприемника на свободу Ксения так и не вышла. 7 февраля женщину задержали уже по уголовному делу. На следующий день суд отправил Ксению под стражу на два месяца. Статья 275 Уголовного кодекса «Государственная измена» предусматривает наказание от 12 до 20 лет лишения свободы. Причиной и главной уликой в деле стал личный телефон. Вернее, найденные силовиками свидетельства, что Карелина совершила пожертвование благотворительному фонду в 51 доллар США в начале полномасштабного вторжения Путина. Российские власти арестовали человека за то, что он якобы сделал благотворительное пожертвование в нашу пользу сразу после начала вторжения России в Украину. Президент России Владимир Путин неоднократно показывал, что не ставит суверенные границы, наличие иностранного гражданства или международные договоры выше своих собственных интересов. Официальные лица комментируют дело Карелиной, что когда речь идет о двойных гражданах США и России, Москва не признает двойное гражданство, считая их в первую очередь гражданами России, что затрудняет американским дипломатам оказывать консульскую помощь. Это печальная истина, но Россия продолжает задерживать своих собственных граждан и продолжает задерживать американских граждан. Именно поэтому мы пытались объяснить настолько ясно, насколько это возможно, что ни один американский гражданин не должен рассматривать возможность поездки в Россию по любой причине, поскольку им грозит задержание или тюремное заключение российским режимом. Арест Ксении стал вторым случаем, когда гражданин США задерживается в Екатеринбурге во время полномасштабного вторжения. В марте прошлого года был задержан журналист из здания The Wall Street Journal Эван Гершкович. Его российский режим обвиняет в шпионаже. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова